Приветствую, дамы и господа, это вторая часть обзора всех мобов из модификации AlexMobs. Сегодня разберём нейтральных мобов, атакующих вас только если вы ударите первым, умиротворяемых, которые изначально враждебны, но существует способ сделать их нейтральными по отношению к вам, но и враждебные, которые... враждебные. Сразу говорю, что будет и третья часть, там разберу все пасхалки, связанные с мобами и в частности с их переименованиями. В комментариях просто часто писали, что я не говорю про пасхалки, так что вот будет отдельная часть для этого. В общем, подпишитесь, дабы не пропустить. Итак, начнём. Муравьи-листорезы. Данные мобы прямо прикреплены к новому блоку-муравейнику и его тоннелям, которые появляются в джунглях. Существуют рабочие муравьи и королева. Рабочие периодически выходят из муравейника для сбора листьев, используемых ими для пропитания. После сбора листьев есть шанс увеличения количества тоннелей муравейника и появления гангелидии, нового гриба. Вот как название модов произносить, так чёрт быть чё скажу. Зато вот название грибов идеально просто произносится. Если рядом с муравейником гривистый волк издаст запах, скорость роста грибов увеличится. Если же накормить у муравья этим грибом, то колония станет к вам пассивна. Дополнительно можно накормить королеву, если выманить её, прыгнув на блок муравейника. В таком случае количество рабочих муравьёв увеличится на один. Также пополнение в численности муравьёв будет, если муравьи смогли принести пять листьев муравейник. При гибели рабочего муравья вы ничего не получите, но вот из королевы падает куколка муравья, нужная для создания муравейника путём использования этой куколки на двух вертикально расположенных блоках земли. По сути, вы можете просто нажать на землю. О муравьях всё. Как по мне, это самый душный моб по описанию механики. Но если вникнуть, то ничего сложного нет. Муравьед. Моб, обитающий в джунглях и нападающий на муравьёв. Если таковых рядом нет, то в расход идут муравейники, которые муравьеды раскапывают дропой с некоторым шансом различные предметы. Вновь таблица лута на экране. Разводятся они куколками, а детёныши, как милый факт, могут кататься на спинах родителей. Посчитайте, сколько слов муравей я произнёс за последние пару минут. Да, ролик будет весёлым. Бизон. Крупные территориальные травоядные, спавнящиеся на равнинах и подбрасывающие врагов при атаке. Периодически устраивают баталии между собой. Их можно стричь, получая мех бизона, из которого крафтятся блоки и ковёр. Во время снегопада шерсть покроется снегом, как у медведей. Плюсом при перемещении могут расчищать этот самый снег. Разводятся мобы пшеницей, дропают говядину и мех. Детёныши, если что, будут сильно отличаться. Как будто они приёмные, блин. Чисто приёмыши. Лось. Моб спавнится в снежной тайге, рощи, в биоме ледяных шипов и на снежных равнинах. Шнежных. Шняжных, блин. Часто можно встретить сражающимися друг с другом. Раз в 5-7 игровых дней могут дропать свой урок, используемый для крафта особого шлема, увеличивающего силу отбрасывания. Разводятся одуванчиками, при гибели дропают рогайсы, имеются и лосиные рёбра. Слон. Гигантское млекопитающее, спавнящееся в саванне и питающееся цветками акации. Приручается ими же. При приручении на них можно будет кататься, надевать сундук и ковёр. Также будет возможность атаковать, если подкармливать слонов пшеницей. Кенгуру. Спавнится в саванне и бесплодных землях. Передвигаются прыжками, разводятся травой и сухими кустами. Но при гибели дропают кенгурятину, которая используется для создания бургера, и шкуру, которая пригодится для нового узора стяга и новых штанов, дающих шанс избежать урона от снарядов. Также мобов можно приручить морковью. В таком случае можно получить доступ к их инвентарю. Мобы будут использовать мечи, носить шлемы с нагрудником и хилиться, если положить им в сумку мне мясную еду. Эму. Спавнится там же, где и кенгуру, и способны с некоторым шансом избегать урона от снарядов. Будут атаковать всех мобов, которые имеют оружие дальнего боя. Разводятся пшеницей и имеют шанс породить версию альбиноса. В процессе жизни могут оставить яйцо. При гибели дропают свои перья, а также используемые в крафте вышеуказанных штанов и еще одного узора для флага, который у меня почему-то не работает. На самом деле странно. Гориллы. Спавнятся в джунглях стаями под руководством вожака, отличного по внешнему виду. Разводятся и приручаются бананами. Прирученные гориллы будут вас защищать, а их детеныши могут кататься на спинах родителей. Обезьяны-капуцин. Спавнятся в джунглях, а при атаке бросаются камнями. Если дать особи банан, есть шанс получить кожуру. Работает как лед. Из них создается суп из обезьян. Не понял название и текстур, ведь в крафте нет ничего самой обезьяны. Ладно. Таким образом они приручаются. После этого начнут защищать владельца. Удобно, что их можно посадить на плечо, откуда они все так же смогут атаковать врагов булыжниками. Чисто переносная турель. Если дать прирученному капуцину древний дротик, их урон увеличится. Лечить зверков можно выбрасывая им яйца. Разводятся мобы личинками. Обезьяна Геллада. Спавнятся на лугах и имеют два вида особей. Обычных и лидеров стаи. Лидеры отличны внешне и периодически будут сражаться друг с другом. Проигравший будет просто уходить. Если покормить моба пшеницей, он в течение нескольких минут будет ломать всю ближайшую высокую траву. Разводятся они сухими кустами, дропа не имеют. Енот. Это тот самый моб, который создает коннект с сойками, который я упоминал в первой части ролика. Светуй посмотреть, ведь там я также рассказывал про немалую часть мобов. Итак, спавнится создание в биомах равнин, лугов, тайги и лесов. Раунд. Если подойти к ним, они начнут просить еды. И уж если им ее дать, моб приступит к поиску ближайшего водоема, дабы промыть пищу перед употреблением. Какие же чистоплотные создания. Если водоемов нет, он съест ее так. Особая механика моба это воровство. Они способны воровать пищу из ваших сундуков, либо какие-то предметы у жителей. Для приручения моба дайте ему яйцо. И хоть это малоэффективно, они все-таки будут помогать им в бою. Если использовать на прирученном мобе ковер, он получит бандану соответствующего цвета. Разводится енот и хлебом, а детеныши, вопреки привычной механике разведения, не будут изначально прирученными, даже если приручены оба родителя. При гибели дропают свой хвост, нужны в создании шапки из енота. Она будет ускорять движение при шифте. Тасманский дьявол. Спавнится в лесах, иногда можно встретить отдыхающим. Если бросить им кость, они превратят ее в муку. Если накормить подобие собаки гнилой плотью, у него покраснеет глаза, и та начнет выть. Отвое все ближайшие враждебные мобы будут разбегаться. Разводятся мобы мясом, дропа не имеют. Снежный барс. Кошки, спавнящиеся в холодных биомах и способные ходить по рыхлому снегу, не проваливаясь. Также у барсов есть, так скажем, встроенное зачарование добычи. То есть они выбивают из своих жертв больше лута. Разводятся мобы на деньги. Разводятся мобы лосиными ребрами. Дропа при гибели не имеют. Орлы. Спавнятся в лесах и рощах, питаются кроликами и лососем. При нахождении жертвы будут поднимать ее в воздух и уже там избавлять от их самой тяжелой ноши жизни. Приручаются мобы рыбьим жиром, будут вас защищать. Хилить прирученных мобов можно любой рыбой, а разводятся они гнилой плотью. Теперь о соколиной охоте. Это особая механика, доступная прирученным орлам. При использовании на мобе соколиной перчатки вы поднимите его. Учтите, что при смене слота или повторном нажатии моб сбросится с руки. Если при нажатии ЛКМ с орлом в руке смотреть в какую-либо сторону на моба, орел начнет его атаковать. После чего вернется на перчатку или просто к владельцу, если перчатки более нет. Дополнительно можно нацепить на птицу сокольничий капюшон, получив полный контроль над перемещением орла, если тот взлетел с перчатки. Однако в это время у игрока пропадет возможность двигаться. Дабы выключить этот режим, следует нажать shift, либо отлететь за орла более чем на 150 блоков от себя. Снимается капюшон ножницами. Скажу от себя, что управление в этом режиме хоть и не самое удобное, возможно, потому что вы орлу глаза перекрыли, может быть. Короче, управление имеет некоторую задержку, но сама механика довольно необычная и даже интересная. Тарантуловый ястреб. Очень необычная разновидность ос, спавнящаяся в пустынях и бесплодных землях. Атакует пауков и игроков, если те нападут на них. При атаках накладывают эффект ужаленный. Если эффект лежит на чернистоногих, они парализуются. Если же на других мобах, они просто периодично получают урон. Приручить пчелу можно паучьими глазами. В таком случае, помимо привычных режимов прирученных существ, оса будет защищать владельца, а лечить ее можно будет цветами. Разводить существ можно маринованными паучьими глазами, но... Процесс, конечно. Автор решил сильно удариться в реализм. Суть в том, что при размножении оса нападает на паука, откладывает яйца внутри его тела. Но со временем, как эффект пропадет, паук погибает, а на его месте появляется личинка. При гибели дропают кусочки крыльев, которые позволяют создать крыло, а уже из него улучшение для элитр. Тарантуловая элитра дает большей брони и сильнее влияет на ботинки летучей мыши. Также доступен новый узор для флага. Косатка. Спавнится в холодных и замерзших океанах. Охотится на большинство морских существ. Если игрок достаточно долго поплавает рядом с мобом, то получит эффект мощь косатки, который уменьшает время перезарядки атаки игрока. Ну, короче, вы будете чаще бить. Кошалоты. Спавнится в океанах. Мобы не могут долго находиться ни под водой, ни на суше, поэтому постоянно тыркаются туда-сюда. Охотятся на все виды спрутов. Мобы также способны разрушать лед, лодки и большинство деревянных блоков. С некоторым шансом могут оказаться на пляже. Если их вернуть в воду, при этом не нанести урона, они выкушляют вам немного амбры, которая необходима в крафте халокатора. Он же, в свою очередь, нужен для создания рыбоискателя, который я упоминал в первой части обзора, либо эндолокатора, который укажет частицами в сторону ближайшего портала в край. Площеносная акула. Спавнится в океане ниже 25 высоты. При атаке накладывает эффект кровотечения, который, по сути, идентичен с сушению. Этих акул можно собирать в ведро. Если моб начнет атаковать обычного или светящегося спрута, есть шанс дропа зубов, которые нужны в крафте и для починки щита бездны. Новый компонент экипировки будет накладывать кровотечение на врагов, атаки которых отразил. Переручить или развести их нельзя. А жаль. Гигантский спрут. Появляется в океане ниже 25 высоты. Либо же, если в спрута попадет молния. Однако при ударе молнии моб будет иметь другой цвет. Охотится создание на стражей и рыб. Ей схожа с казадой механика изменения размера зрачка, но у кальмара он увеличивается в зависимости от близости к нему любого существа. Разводить мобов нельзя, а при гибели дропают щупальца, но лишь с условием того, что это произошло в результате битвы кальмара с кошелотом. Также вы сможете создать щупальца-крюк, который способен вас притягивать к блокам. Рак-богомол. Спавнится данный вид созданий в теплых океанах или мангровых болотах. Охотится на рыб, кальмаров, стражей и даже шалкеров. Если игрок провоцирует моба, он будет атаковать его параллельно поджигая. Приручаются данные создания тропическими рыбами, и помимо привычных режимов прирученных существ, их можно заставить искать и разрушать блоки, соответствующие тем, что вы им дали. В битвах также будут помогать вам, атакуя врагов поджигающими клешнями. Лечатся мобы рыбой и разводятся хвостами омаров. Детенышей нужно будет приручать отдельно. Меня порой начинает пугать идеи автора давать мобам разведение путем каннибализма. Омар. Спавнится под водой в биоме пляжа, но может выживать и на суше. При провокации моб ударит вас, но преследовать не станет. Незлопамятный. Мобы собираются в ведро, не разводятся ничем, и при гибели дропают хвосты омаров. Кайман. Маленькие крокодилы, спавнившиеся в мангровых болотах. Для приручения моба вам необходимо дождаться его вылупления из яйца и находиться в это время рядом. Таким образом, крокодил, который не крокодил, потому что, вставьте душное пояснение, приручится. В битвах будет помогать, захватывая врагов в челюсти, что будет сильно уменьшать их скорость. Разводятся они мясом само, в дропа не имеют. Далее рассмотрим довольно необычных мобов. Рудокоп. Древние призраки, увидеть которых можно только если игрок очень долго пробудет в шахтах. Мобы исчезают при контакте и могут ходить сквозь блоки. Если вы увидите, как призрак ломает какой-то блок, значит за ним находится руда. Если бросить им под ноги конкретный блок руды, они начнут ломать блоки, ведущие именно к этой руде. При гибели дропают призрачные кирки, которые по мощности уступают алмазным, но по скорости превосходят даже нензеритовые. Дополнительная особенность в том, что если ваш инвентарь переполнен, кирка сможет сохранить в себе до 7 стаков руды. Как только в инвентаре появится место, руды из кирки постепенно перенесутся к вам. Чинить инструмент можно мембранами фантомов. Грибной кролик. Спавнится в грибном биоме, либо при кормлении кроликов с порами мунгалов, о которых я все так же рассказывал в первой части. Как же он байтит на просмотр. Будут атаковать враждебных существ. Если дать мобу моркови, он станет пассивен к игроку. Плюсом к этому морковь даст ему регенерацию и силу на 50 секунд. Разводить или полноценно приручить моба нельзя. Дропают они красные грибы. Искаженная жаба. Спавнится в искаженных лесах Незера и питается всеми мелкими и средними насекомыми, кроме пчел. Способны плавать и в воде, и в лаве. Приручаются личинками багровых комаров. Будут защищать вас в сражениях. Лечатся все так же личинками, да и разводятся тоже. При гибели дропают спароцветы и нарост. Космав. Необычно летающее существо, спавнящееся во всех биомах края, кроме центрального острова. Кстати, интересный интерактивчик. Под прошлой частью вы часто писали, что эндриофага можно отнести к разряду вирусов. Так вот, напишите в комментариях, к какому виду, по вашему мнению, относятся или потенциально могло бы относиться данное создание. Я бы сказал, что это что-то от мухи, но с другой стороны есть какой-то хобот с зубами. Короче, хз. В общем, да, напишите в комментариях, ну а мы вернемся к моду. Космавы охотятся на космическую треску, которые также и приручаются. Прирученный моб не будет помогать в боях, за исключением битв с треской. Вместо помощи в битвах он будет иметь другую особенность, а именно спасение вас от падения в пустоту. Делать он это будет, подхватывая игрока своим хоботом и возвращая на поверхность. Однако, если космав слишком далеко, то может просто не успеть поймать вас. Разводятся мобы и угадайте чем. Следующий раздел. Умиротворяемые мобы. Акула-молот. Странные акулы, появляющиеся в теплых океанах и охотящиеся на рыбу, кальмаров или любое существо, в том числе игрока, если оно уже ранено. При атаке с некоторым шансом дропают акульи зубы, необходимые в крафте щита бездны, о котором я говорил чуть ранее, и особых стрел, которые быстрее обычных под водой. А еще они наносят повышенный урон водным мобам. Скелевак. Отживший скелет рыбомеча, способный появиться около затонувших кораблей. Атакует игроков, если на них не надето кимоно, о котором я расскажу чуть позже. Дропают они особые кости, участвующие в крафте рыбоискателя, раритетную кепку и свой череп, который фактически является мечом. Иногда спавнится с утопленниками на спине. Варан. Рептилия, обитающая в джунглях. При атаке отравляет цель. Атаковать будет вообще всех, даже других варанов, даже своих детей. Разводятся и приручаются гнилой плотью, после чего на них можно будет кататься. Плюсом будет защищать вас в битвах. Как по мне, это один из самых наиболее эффективных мобов в качестве защитника. В процессе жизни периодически дропают слюну варана, бутылочка которой используется в варке зелья сопротивления ядам. Анаконда. Змея, спавнящаяся в обычных и мангровых болотах. Могут опитать как на суше, так и в воде. Приручаются курицей, разводятся ею же. Если анаконда поглотит три любых существа, есть шанс получить змеиную кожу, которая создается узор для флага и лассо. Лассо работает подобно поводку, однако привязать моба можно даже на расстоянии. Притом он может быть и агрессивным. Однако с забором соединить лассо не получится. Крокодил. Спавнится в реках и болотах обеих вариаций. Механика приручения идентична таковой у кайманов. Особенность в том, что прирученные крокодилы не будут следовать за вами, а лишь смогут обитать в месте своего появления и охранять эту территорию от любых мобов. При атаке крокодилы будут захватывать моба в пасть, после чего затаскивать в воду. Избежать этого можно шифтом, но мобу ничего не мешает повторить атаку, которая, уточню, наносит приличный такой урон. Разводятся они гнилой плотью, дропают яйца и крокодилью кожу, необходимую в создании крокодильевого нагрудника. Новый элемент брони увеличивает вашу скорость плавания. Тигры. Появляются данные кошки в бамбуковых джунглях и вишневых рощах. Способны проходить сквозь блоки листвы и имеют интересную механику нападения. Перед тем, как атаковать, они практически полностью становятся невидимыми, оставляя лишь глаза. Сама атака идет на большой скорости и накладывает на жертву статус оцепенения, который блокирует движение. Если накормить тигры любым мясом, они наложат на вас эффект благословения тигра, делающая вообще всех тигров нейтральными к вам. Разводятся они цветками акации, но только при наличии у вас все того же эффекта. Сталкер. Рептилия, которую можно найти в биомах ледяных шипов и пиков, охотятся предпочтительно на таскленов, но если их нет рядом, то на любое другое существо. Из атак имеют также возможность встряхнуть с себя ледяные шипы, нанося ауе урон. Повторно шипы отрастут, если сталкер окажется в воде. Также, пока на мобе есть эти шипы, они будут замораживать поверхность воды при ходьбе как следоходом. Если же моб окажется в теплом биоме, то получит слабость, а его внешний вид изменится. Но он потеряет шипы. При гибели дропает свой урок, из которого крафтится особый шлем сталкера, делающий нейтральными ледяных рептилий. Тут даже больше. Сталкеры будут теперь следовать за вами и помогать в сражениях. Эффект шлема аннулируется, если вы его снимете, либо же сами ударите сталкера. Разводятся мобы сырой свинина, если на вас есть шлем. Но и сами тасклены. Спавнятся там же, где и сталкеры, и становятся к вам нейтральны после кормежки коричневыми грибами. Атакуют так же, как и хоглины, но избегают встреч со сталкерами по ранее указанным причинам. Если снежный боров окажется в Незере, он со временем превратится в хоглина. Разводятся предки этих кабанов красными грибами. А их детеныши с некоторым шансом будут выкапывать коричневые грибы из-под блоков грязи. Что-то уж много всего в моде завязано на грибах. Если честно, даже появляется идея слогана. Типа, Алекс Мопс, каннибализмы грибочки. Также есть механика езды верхом, если вы сможете, конечно, нацепить на данного моба седло. Однако, учтите, что долго это не продлится, ведь со временем тасклен будет вас сбрасывать. Время езды можно увеличить, если надеть на моба древние подковы, которые почему-то на русском названы кабаньями с сапогами. Получить их можно в торговле с пигленами. Пещерная многоножка. Огромные подземные жуки, которые прячутся в пещерах на высоте ниже нуля. Охотятся на тараканов и... игрока. Если у того нет эффекта жучих феромонов. Сами по себе способны лазать по стенам и дропают лапки пещерной многоножки, которые пригодятся для варки зелья сопротивления ядам и крафта штанов пещерной многоножки, позволяющих вам так же, как и Аим, лазать по стенам. Далее, костяной змей. Обитает в лавовых морях и озерах Незера. Будет атаковать вас, если не найдя так им оно, либо же если на вашем страдлборде, о котором совсем скоро нет зачарования заклинателя змей. При гибели дропает кости и костные блоки свои зубы, которые пригодятся в варке зелья лавового видения. Оно позволит вам лучше видеть под гладью огненных морей, что из названия вполне себе и так можно было понять. Стервятник душ. Адская птица, обитающая в долине песка душ и атакующая, если на вас нет кимоно. Да, я знаю, вам уже интересно, что же за кимоно такое, но не переживайте, уже совсем скоро я расскажу о нем. При атаке есть шанс, что моб отхилится на количество здоровья, равное нанесенному урону. И если стервятник использует эту способность пять раз, то при гибели дропает сердце души, использование которого было описано в первой части. Продолжаю байтить. Багровый комар. В часто упоминаемой мной первой части я рассказывал про мух, которые и превращаются в багровых комаров при попадании в Незер. Также они могут заспавниться и сами в багровых лесах Нижнего мира. Мобы будут атаковать вас, если вы не под эффектом жучих феромонов или отпугивания комаров. При нападении прикрепляются к жертве, выпивая ее кровь. Отразить данную атаку можно шифтом. Когда комар напьется, то отделится от целей и начнет атаковать ее брызгами крови. Если в момент, пока брюшка заполнена, поразить моба своим скиллом ПВЕ, то на месте гибели останется мешочек с кровью, необходимый в крафте и в качестве топлива для нового оружия – распылителя крови. Плюс сам может выпасть хаводок, который также необходим для крафта этого распылителя. И самая, пожалуй, интересная механика моба – это искажение. Если комар выпьет кровь мунгуса, на котором растут искаженные грибы, он посинеет, вырастет и… Так моб превратится в свою искаженную версию. Ну и раз уж завели о нем речь, то да, искаженный мозг. Данное существо является скорее мини-боссом по типу Вардена. Это полностью агрессивные мобы, использующие для поражения врагов различные атаки. Помимо обычных и усиленных ударов, он способен поднимать моба, параллельно высасывая часть крови и тем самым восстанавливая свое ХП. Есть дистанционная атака с воздуха и рывок в полете. При гибели дропают искаженные мускулы. Мускулы комара, ёперинса… Я прям чувствую этот тонкий буллинг в их столь же тонких рук, б***ь. Еще падают гемолимфовые мешки, и оба предмета нужны для улучшения распылителя до гемолимфового бластера. Вы не представляете, с какого раза я это все-таки произнес. Ну и крайний раздел, либо же предкрайний, там, крайним я бы назвал скорее часть босса. Да, в конце будет про финального босса, так что досмотрите видео до конца. Гастер или же вихрь. Это дух пустыни, спавнивающийся во время дождя… в пустыне. Согласитесь, неожиданно. Для атак используют броски песком. Также способен стягивать и подбрасывать врагов в воздух. И если моб заспавнится в бесплодных землях, внешний вид будет другим. Он получает урон от воды, а при гибели дропает обычный, либо же красный песок. Тут зависит от текущего биома. Еще может уронить стекло, если погибнет в огне. Ну и глаз бури, который необходим для крафта песочного мешка, позволяющего бросаться песком, ослепляя врагов. А также генератора вихрей, который при подключении редстоуна периодически будет спавнить небольшие песчаные вихри. Каммникат. Спавнится в биоме капельных пещер и атакует врагов, накатываясь на них. Если во время рывка моб попадет, то все ближайшие игроки получат эффект землетрясения. Это будет видно внешними эффектами на экране. Ну и плюсом с потолка начнут падать капельники. При гибели дропает туф, капельники и панцири каммниката. Из них вы сможете скрафтить особый нагрудник, превращающий вас в глыбу льда при беге, что позволит наносить урон врагам на пути, уменьшит вас до размера одного блока и позволит быстрее погружаться под воду. Однако голод будет тратиться сильно быстрее. Мимикуб. Странные желеобразные мобы, спавнившиеся в городах края, состоящие из мимикрема и дропающие его же при гибели. При атаке моба, если вы используете оружие, имеете при себе еду или на вас надета броня, моб скопирует их, впоследствии полноценно используя. Из этого получается довольно интересный момент. Чем вы сильнее, тем сложнее победить данного моба. На самом деле, довольно необычная и интересная механика. Насчет мимикрема. Используется материал для активации мимикрии у осьминогов, крафта гемолимфобластера, который является улучшением распылителя крови, либо для дублирования предметов. Дубликат создается с сохранением вообще всего, включая чары и описание. Единственное, что его потребуется сначала починить собственными ресурсами. Если у предмета нет как таковой прочности использования, то скопировать его не получится. Шепот. Тварь, обитающая в пещерах ниже 30-й высоты, либо ночью в вишневой роще. При атаке будет вытягивать свою голову вплоть до 50 блоков. Если вы будете бить ее по голове или шее, то наносимый урон будет уменьшенным. После победы над мобом можно получить эластичное сухожилие, которое используется для хлыста, которое в суть является мечом, но с сильно увеличенной дальностью атаки. Плюсом он может трижды рикошетнуть. Может выпасть красная шерсть и то самое тревожное кимоно, которое я постоянно упоминал. Оно увеличит вам дальность взаимодействия с блоками и дальность атак. Плюсом ко всему, кимоно сделает нейтрально и к вам практически всю нежить, которая есть в данном моде, включая даже саму шепот. Не, моб реально жуткий, я не представляю, как теперь по пещерам ходить. Дропбир. Или же Куала. Тут непонятно немного с переводом. Это подвид медведей, появляющийся в пустошах Незера и передвигающийся по потолку. Атаковать он может лапами, кусаться, либо же падать на жертву сверху. При гибели дропают свои когти, используемые для вышеуказанного хлыста, создания огнева и варки зелья цепкости, который позволит вам лазать по потолкам. Страдлер. Это каменная версия страйдеров, спавничаяся в биоме базальтовых дельт, либо при кормлении страдполов личинками багровых комаров. При атаке бросаются в цель страдполами, которые вскоре пропадают. При гибели дропают базальт и страдлит. Новый материал применяется в создании экипировки Левиафана, который было в первой части, либо же для крафта страдлборда. Новый транспорт позволяет вам, как серферу, рассекать по лаве. Не работает в воде и плюсом его можно перекрасить. Также, в отличие от лодок, способен прыгать. Но если вы ударитесь во время езды головой облок, то упадете с него. Прозиратель. Я лучше буду называть его ясновидящим. Ну, реально, Прозиратель? Блин, чё за название? Это межпространственное создание, обитающее около и за барьером в любом из измерений. Мобы наносят большой ближний и дистанционный урон, способны открывать порталы и игнорируют при атаке любую броню и чары. При гибели дропают манипуляторы, которые необходимы в крафте трансмутационного стола. Если я всё правильно понял, новое рабочее место просто будет заменять положенный вами предмет на любой другой рандомный. Если вдруг я ошибаюсь и вы шарите за мод, то поправьте, пожалуйста, в комментариях. Буду очень признателен. В общем-то, тут, собственно, вопрос, как добраться до барьера, чтобы повстречаться с данным мобом. Для этого потребуется пространственный резак. Правой кнопкой мыши вы начнёте разрушать воздух, вследствие чего со временем начнёт появляться разрыв, превращающийся по итогу в портал. Эффекты, конечно, при появлении просто шикарные, серьёзно, я прям в восторге от этого. Войдя в портал, вы телепортируетесь к точке спавна. Если положить резак в капсид, который выпадает из... А вот надо первую часть смотреть. Ладно, он выпадает из эндреофагов. То резак превратится в свою разрушенную версию. И теперь созданный портал будет вести к миллионной координате текущего измерения. Ну или же координате, близкой к ней. Так вы, собственно, и попадёте к границе мира. Учтите, что резак имеет перезарядку. Да и прочность его не столь велика. А ресурсы для крафта выпадают только из червя пустоты. И раз уж так, то давайте, наконец-таки, рассмотрим последнего на данный момент моба и по совместительству финального босса. Данное существо является финальным боссом мода, да и игры в целом, если у вас других модов не стоит, конечно. Заспаунить его можно выбрасыванием таинственного червя в пустоту края. При условии, что дракон уже ранее был повержен. Получить предмет можно, поместив в капсид личинку багрового комара. В битве боссы используют несколько приёмов. Это создание самонаводящихся кристаллов, которые наносят некоторый урон. Простой укус, но лежит таран, если игрок близко к нему. Плюс сам может с некоторым шансом открывать порталы, что позволяет ему перемешать. Во время битвы с ним очень рекомендуется целиться ровно в голову. Ведь если нанести достаточный урон на тело, червь разделится надвое. Ограничений для отделений нет, то есть он сможет создавать свои копии пока есть сегменты. При гибели босса весь дроп с него окажется окруженным особыми блоками. Их нельзя добыть и со временем они пропадают. Так что очень не советую медлить с поднятием лута. Сам дроп составляет глаз червя пустоты, который пригодится в крафте резака. И челюсти червя пустоты, что также пригодятся в крафте резака. Но плюсы могут быть использованы для создания клюва пустотного червя. Клюв при размещении и подключении к нему редстоуна. Начнет открываться и закрываться, нанося всем попавшим в нему существам урон. Получается что-то типа капкана, но урон там не особо большой. Так что соу-соу. Наконец-таки я закончил обзор каждого из мобов данного невероятно качественно реализованного и интересного мода под названием Аликс Мобс. Ну или можете посмотреть другие мои обзоры на канале, если вам понравилась подача. А я хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео. Еще раз попрошу подписаться, ведь у нас скоро 100 тысяч на канале. Ну а там не за горами особый ролик с моим позором. Да, участники телеграммы уже знают о чем речь. Также будет конкурс, ну и новый проектик для особо заинтересованных зрителей. Может плюсом еще что-нибудь придумаем. Дополнительно и ко всему напомню про наш телеграм-канал, где я часто почу информацию о грядущих роликах. И о своем недавно активизировавшемся твич-канале, где я периодически стримлю. Пока что точного расписания нет, но вскоре все должно устаканиться и таковое появится. На данный момент я стримлю там крабиков, но будут и другие игры. А все ссылки на соцсети, как и ссылку на мод, вы сможете найти в описании под роликом. И еще раз огромное спасибо за просмотр. На этом я не прощаюсь. Поплатить налоги, но сейчас мне правда нужно... А ведь он даже роскошный коралловых рифов, как считаешь? Я ни разу не был... То есть, да, конечно, рифы слишком переоценены, все так говорят. Ой, перепутаете. Продолжение следует...